Особое мнение на 101FM Губернатору была направлена резолюция митинга И ее пункты, судя по всему, будут обсуждаться Прежде всего, я должна сказать, что не припомню действительно такого случая Чтобы, во-первых, митинги так разрешали, как в этом году Практически каждые выходные у нас есть митинг И вот в грядущие выходные опять будут и тоже посвящены мусорной реформе Но еще более редкими случаями можно назвать случай Когда первое лицо региона сразу реагирует на митинг Причем публично, организуют встречу Там будут СМИ сегодня Но, правда, СМИ не смогут задавать вопросы А смогут общаться только представители организаторов митинга Ну и что это такое мы хотим обсудить сегодня Это вот такой пиар со стороны главы региона Возможно, он оценивает высокую социальную напряженность И хочет ее снять Может быть, есть указания свыше Что пора, что нужно реагировать на такие вещи И разрешать митинги, и реагировать на них Вы как к этому относитесь? Мы всегда обсуждаем митинги И говорим о том, что важно на них ходить Ну, по крайней мере, я точно об этом говорю И результат как раз того, что пришло По разным оценкам От 800 до 1300 человек Но все равно в районе 1000 человек пришло Это хороший показатель для Кирова Хороший в том плане, что люди не отсиделись Плохое, что проблемы есть, ради которых стоит выходить А вот хорошее в том плане, что люди начинают проявлять гражданскую активность Так вот, губернатор на самом деле встречался Если вы помните, и с митингующими дальнобойщиками Когда Платон вводился, он встречался с ними И с мамами, чьи дети в детский сад не пошли Другой вопрос, что люди хотят от этих встреч решений Конкретных решений Я надеюсь, что инициаторы митинга по мусорной реформе Продвинутся в достижении тех целей Которые они себе поставили То есть, если из резолюции Какие-то пункции будут услышаны И по ним будет вестись работа Это уже большое подспорье Хотя на самом деле Я сильно сомневаюсь, что Результатом вот этой встречи получится Мусорную реформу в том виде, в котором она реализуется В Кировской области, отменить Сильно сомневаюсь Хотя на самом деле у нас есть рычаги и механизмы Мы вполне можем там отказаться от услуг регионального оператора И попросить отсрочку у Российской Федерации В реализации 89-го федерального закона В той редакции, в которой он сейчас есть То есть, фактически отсрочить мусорную реформу До момента, пока к нам придут внятные инвесторы С понятной инвест-программой С нормальным тарифом И далее по списку мусоропереработка Полигоны, если таковые нужны будут Может быть, мусоросжигательный завод Чем черт не шуть Одним из пунктов резолюции Как раз является заморозка мусорной реформы Заморозка мусорной реформы И с другой стороны, там есть пункт Что необходимо подходить к образованию тарифа Секторально, так скажем Не индивидуально, но дифференцированно делать тариф Некоторые эксперты оценивают это как противоречие То есть, как можно заморозить реформу И в то же время там, да, менять тариф Либо одно, либо другое То есть, заморозка воспринимается как отсидеться Посмотреть, как будет дальше Что скажете? На самом деле, не вижу противоречий Потому что, ну, пункт первый, он самый основной Заморозить Мы все равно придем к какой-то дальше форме работы с отходами Все равно придем То есть, никто не просит отменить 89-й как таковой И, не знаю, сваливать мусор в какую-то кучу, где попало Понимаем, что с мусором надо работать Первое, заморозить Дальше досконально проработать Привлечь экспертов Привлечь, может быть, там, наработки федерального правительства Которые есть сейчас Многие регионы говорят о том, что хромает реформа Наверняка звучат мнения о том, что неплохо было бы Где вот такие же проблемы, как у нас Заморозить И уже после того, как механизм будет понятен После того, как мы будем понимать Что за, там, допустим, 52 рубля тарифа с человека Мы все с вами получим Абстрактная цифра, но тем не менее Это не те 114 для районов области, которые есть сейчас Вот тогда можно будет говорить о возобновлении Действия в нашей области в полной мере 89-го закона До этого я считаю, что преждевременно вообще обсуждать остальные пункты Вы действительно считаете, что результатом встречи может явиться заморозка мусорной реформы? Уже сказал, что результатом встречи инициативной группы губернатора Вряд ли будет заморозка тарифа Вряд ли Хотя, на самом деле, проблем так много Что, может быть, сейчас самое время и губернатору, и правительству задуматься над тем Чтобы обратиться в Федерацию с просьбой сделать, как в Москве, Петербурге, или, допустим, Севастопеле И заморозить такие действия от новой редакции Тут могут быть негативные последствия Ведь когда уже запущен механизм, останавливать его на полном ходу А разве сейчас нет негативных последствий? Когда, ну вот мы с коллегами пару недель назад ездили в Лузский и Подосиновский район И, допустим, на подъезде к Пинюгу можно наблюдать свежие горы мусора Просто ехал, не знаю, мусоровоз или обычная машина И не заезжая даже далеко в лес, дороги нет Человек взял, видимо, кузов самосвала открыл Все вывалил, и вот оно лежит Это позитивные последствия реформы? Явно нет У нас ведь опять же... А вы относите это к последствиям реформы? А разве раньше такого не было, что мусороводы в районах сгружали просто мусор на обочину или в лес? Раньше не было жесткой необходимости вывозить мусор, да И не было платы, соответственно, сейчас... Требований не было, да? Сейчас, раз люди обязаны платить, они хотят спросить А где тот мусоровоз, который приехал? И где тот контейнер, который в 50 метрах от моего домовладения расположен? Где все это? Где, опять же, сортировка мусора? Где возможность сортировать? Мне лично, как собственнику, и получить сниженный тариф? Ничего же этого нет А тариф есть И жители спрашивают, почему? При этом есть региональный оператор, который, допустим, почему-то допустил на рынок И включил все это в тариф Кучу субподрядчиков, например, на вывоз мусора То есть есть Куприт, есть субподрядчики, которые работают по укрупненным зонам В рамках каждого района есть еще субподрядчик, есть конкретный исполнитель То есть у нас цепочка из четырех участников Каждый наверняка свою копеечку зарабатывает Если кто-то меня будет убеждать, что нет, ну вот он врет, я уверен Зачем нам это все? Да, продолжим тогда Вы неоднократно говорили Про мусор продолжим Мы неоднократно упоминали регионального оператора, компанию Куприт И я посмотрела страничку ЛДПР Перед тем, как готовилась к этой программе И вижу, что там был большой комментарий Кирилла Черкасова Депутата Государственной Думы от Кировской области, члена партии ЛДПР Ваш коллега говорит следующее Уже сейчас понятно, что региональный оператор реформы компании Куприт Не справляется с возложенными на нее задачами И именно таких компаний, как Куприт, говорит президент Что ваш коллега имел в виду? Что значит не справляется? Правильнее, конечно же, спросить у Кирилла Игоревича Но мы общались, поэтому я думаю, что я смогу ответить за него Безусловно, вот только что сказал Нет мусоросортировки А вроде бы как закон нас обязывал Эту сортировку организовать в Кировской области Ничего же не было сделано Не было По тарифу Тариф сейчас завышенный Элементарный пример про звенья цепи Про субподрядчиков Все это присутствует Президент о чем сказал? Мы должны действительно получить новое отношение К утилизации твердых коммунальных отходов Ну подождите, Владимир, была представлена дорожная карта Была представлена вот этот паспорт Там этого проекта, уже не помню, как он называется Он был представлен в прошлом году До запуска этой мусорной реформы И вообще Мы чуть ли не первыми в стране Отчитались о том, что вот создан паспорт Вот этого проекта большого И согласно этому паспорту Есть мусоросортировка Насчет мусоропереработки Ничего говорить не буду И даже здесь, в этой студии Представители и Министерства ЖКХ И Министерства экологии И представители Компании, которая Совладелец Куприта Михаил Шихов, депутат Городской думы Прямо здесь говорил, что Сейчас идет разработка технической документации По строительству мусоросортировочного завода В Осинсах И компания, к которой он имеет отношение Ее разрабатывает В планах В планах получить федеральную субсидию На закупку оборудования После чего начать строительство Это будет такой ГЧП, я так понимаю Потому что одна компания частная Полностью будет строить стены А на федеральные деньги Будет закупаться имущество Здорово Но тариф, опять же, существует сейчас И оплачиваем мы с вами его уже В плане бардака Могу привести еще ряд примеров Участки земли В пригороде Кирова На которых нет домов фактически Но есть электрический столб Вот собственники уже получили Платежки За вывоз мусора Собственники участков Собственники участков, а не домов И таких обращений много Министерство ЖКХ эту проблему знает И пыталось воздействовать на Куприт Очень по простому пути пошли Кто выставляет платежки? Энергосбыт У энергосбыта есть столб На земельном участке Наверное, есть и дом Вот вы за столб фактически сейчас И оплатите, будьте любезны По тарифу Причем Я видел эту платежку Конкретно там Адрес указан Допустим Село Машкачи Улица там Допустим, проезжая Дом 0 33 квадратных метра Получит тариф Вот это что такое? Вот это проработанная реформа? Нет Дальше Вот я не зря говорю о том Что контейнер должен быть Согласно нормативу В 50 метрах Их повсеместно нет И когда говорят Что схема у нас Проработана Она хороша Поселение как минимум Не соответствует Тем требованиям Которые есть Еще раз Никто не ставит Контейнер в 50 метрах Ну практически никто Потому что это Экономически невыгодно И самому оператору Никто не будет Там рассекать На мусоровозе По поселению Может быть даже Не всегда прочищенным Или проезжим дорогам И собирать мусор Точно так же говорят Про пакетный сбор Нам проще Не приехать к вам Чем приехать И собирать пакетно Это говорит Рекоператор Либо его субподрядчики Так вот Опять же Тариф у этих людей есть У них нет контейнеров Никто к ним не приезжает А платежка пришла Прежимся Это Котельнический район Как минимум Не Киров уже И не Киров Тепецкий Но Кировская область Да Прежимся на полминуты Это особое мнение Вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Владимира Костина Про мусор еще поговорим Продолжаем разговор Это программа Особое мнение В микрофону сегодня работает Светлана Занько Особое мнение Свое высказывает Владимир Костин Представитель партии ЛДПР И вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Так вот Компания о которой шла речь, когда мы говорили о возможном и запланированном возведении мусоросортировочного завода. Это Вятская экологическая компания. Михаил Шихов, ее совладелец, он об этом говорил. И Вятская же экологическая компания является совладельцем Куприта. Вот входит в число акционеров, потому что это акционерное общество. И снова вернемся к словам Кирилла Черкасова, которого я уже цитировала, и который заявил, что Куприт не справляется с возложенными на нее задачами. Он ведь не просто так это сказал. Он соотнес это свое высказывание со словами президента. Озвучали они следующим образом. Необходимо избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли. Кирилл Игоревич прямо связал Куприт с мутными компаниями. Это такое заявление серьезное. А почему бы не сделать вывод из слов президента, что у нас может быть как раз вот оно, то, о чем говорит президент. Еще раз, у нас есть тариф, один из самых высоких не только в ПФО, но и в стране. И должным образом не организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. При этом, опять же, мы получаем абсолютно пустые платежки, то есть нет услуги, есть платежка. При этом у нас до сих пор сохраняется фактически двойная оплата. Когда управляющие компании не отказались от сбора в рамках строки содержания и текущий ремонт, это ли не мутная схема, Светлана? Спрашиваю я вас. На мой взгляд, Кирилл Игоревич абсолютно прав. Как минимум разобраться здесь стоит. И тогда все-таки я хочу еще вернуться к вопросу, который мы подняли до перерыва. Это планы по строительству мусоросортировки. План следующий, он озвучен, еще раз повторю. Вятская экологическая компания разрабатывает техдокументацию. Она строит стены для мусоросортировочного завода. Федеральные субсидии получаются для закупа оборудования. Это самая дорогостоящая часть проекта. Дальше мне не очень понятно, может быть, понятно вам. Кто, собственно говоря, в итоге управляет этим заводом? Кто финансирует деятельность предприятия? Оно зарабатывает или оно не зарабатывает? Вот это вам понятно вообще, эта схема? И правильная ли она? Оно, безусловно, зарабатывает. Вот главное, что понятно. Если вы говорите про ангажированность, там фигурируют одни и те же фамилии в рамках учредителей регионального оператора и компаний-подрядчиков. Это уже так есть. Спецавтохозяйство, там история точно такая же. С теми же самыми фамилиями, если говорить про потенциальную сортировку мусора. Мы федеральные субсидии получим, не мы, а компания-подрядчик. А кто оплатит сортировку, мы с вами. Потому что наверняка вся инвестиционная составляющая попадет в тариф. Потому что полигон в Осенцах, допустим, вот та инвестсоставляющая уже в тарифе. Причем, опять же, будет организация работать весь период? Не будет, мы с вами не знаем. Но мы уже сейчас оплачиваем те будущие инвестиции, которых еще никто не произвел. Это ли не мутная схема? Еще раз, давайте мы сначала получим все то, что люди заявляют. Пусть они эти инвестиции нам докажут, опять же, на бумаге и по факту покажут. А после этого мы скажем, ну да, все есть, мы видим, готовы платить тариф. Владимир, скажите, пожалуйста, известно ли вам об альтернативных предложениях, где фигурируют другие фамилии, другие компании на строительство мусоросортировки и мусоропереработки? Безусловно, известно, да, и не секрет, наверное, что многие об этом говорят. Причем, если есть документально подтвержденная как минимум одна заявка, то слышать я слышал еще как минимум еще об одной. Причем речь там идет, мы заходим, мы готовы вкладывать, вот там условно говоря, деньги у нас, вот они лежат, вот мы их туда-туда вложим, пустите нас на вот этот рынок. Почему-то все эти заявки не рассматриваются. Эти заявки, о которых вы говорите, они внешние или внутренние? Это инвесторы внешние или внутренние? И тот, и другой. И вы слышали наверняка заявление министра экологии Албеговой о том, что приходят какие-то непонятные организации. Ее поддержал в этом, кстати говоря, Рейскин, министр ЖКХ. Они говорили о том, что приходят непонятные организации и инвесторы без бизнес-планов. Так организации, ну, насчет бизнес-планов, опять же, тут пусть это останется на совести министров. На мой взгляд, опять же, чтобы понять, организации серьезные или нет, надо дать ей поработать. Строите сортировку. Построили, если сортировка стоит, какая может быть непонятная организация? Она вам все сделала, она готова работать. Ей только нужно сырье в виде мусора, она кровно заинтересована загрузить свои мощности. Почему не озвучиваются вслух наименования этих организаций, которые предлагают построить мусоросортировку и переработку, и там фамилии конкретные? Ну, вы знаете, опять же, вот если... Это ведь не... когда мы говорим о том, что проверьте, ведь несложно проверить, собственно говоря, кто стоит за этими заявками. Я, откровенно говоря, не слышал от организаций, чтобы они активно выходили в паблик и говорили, мы заходили, нам не дали. Может быть, вопрос политический, да, там, кто-то не хочет получить по шапке. Может быть, еще какие-то причины. Но, тем не менее, вот активности от тех компаний я не вижу. Хотя известно, что они пытались. Сегодня будет, когда будет встреча с губернатором Кировской области в 15 часов, там будет представитель вашей партии. Да. Поскольку вы тоже приходили на митинг 17-го числа и активно в нем участвовали, и потом освещали, в том числе и в нашем эфире, итоги этого митинга, будете ли вы задавать этот вопрос и называть уже конкретные предложения и фамилии, которые... людей, которые хотят построить мусоросортировку и мусоропереработку? Фамилии называть не будем, безусловно, потому что лоббировать чьи-то интересы в данной ситуации, ну, не наша задача, мы обозначаем проблему. Варианты по решению есть. Эту проблему уже обозначали, Владимир, раньше. Может быть, если озвучили бы компании и фамилии, то губернатор дал бы четкий ответ. Да, я встречался, да, я проанализировал, я знаю этого человека, мы его проверили, он не подходит. Светлана, все организации могут прийти на эту встречу, я так понимаю, она не закрытая. Опять же, мы открыты к диалогу, если кто-то хочет добиться, чтобы его заявка рассматривалась публично, это можно сделать. Вот кого-то сейчас тянуть за рога и говорить, вот этот мальчик хотел... Пусть заявятся, раскроются, да? Конечно, да, да, но как минимум попытки были, мы о них знаем. И тот факт, что нам говорят, нет, есть только куприт, вызывает у нас подозрение, что либо плохо смотрели заявки, либо, может, заявки не проработаны, либо, может, негромко крикнули о том, что мы сейчас ищем тех, кто у нас будет заниматься мусором. Может быть, и так. Опять же, там, да, вроде бы как реформа реализуется. А пока что мы видим, все одних и тех же. Пока что мы видим, что инвестором у нас выступают жители Кировской области, которые должны оплатить все то, что когда-то будет построено. 3 марта и 2 и 3 марта планируются митинги снова против мусорной реформы. 2 числа точно я знаю, что КПРФ получили разрешение на этот митинг. 3 числа планировался митинг. Не знаю, разрешен или нет, пока новостей не видела. Как вы думаете, насколько активно будут принимать люди участие в этих митингах? Или вот 17 числа пришла большая масса народу, а уже тут вот пойдет на спад активности? Прогнозы не мое, сразу же скажу. Поэтому не знаю, как отреагируют люди. Другое дело, что очевидно, вот тот митинг, который уже собрал большое количество людей, показывает, что люди недовольны. Если недовольство прятать и, допустим, там, ну, сказать, а вот на второй митинг не пришли, соответственно, проблема рассосалась сама собой. Это не так. Если у нас сейчас не будет решений, то весь тот протест, который был обозначен в рамках митинга, который не был обозначен и генерируется где-то на кухнях в рамках обсуждений с друзьями, он не рассосется сам собой. Нужны решения. И, кстати, об этом говорил президент. То есть, если чиновники все время отсылают на то, что нет денег, я не могу, смысл находиться в своих креслах. Нужно либо освободить место, либо принимать какие-то серьезные решения. Вот мы сейчас ждем серьезных решений. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое особое мнение высказывает вице-спикер законодательного собрания Киросковой области Владимир Костин. У нас до перерыва остается 4 минуты. Мы с вами поговорим сейчас об административной реформе в региональной власти, которая, наконец-то, приобрела очертания. Потому что много было непонятного с ней. То ли она будет, то ли она не будет, то ли будут новые должности, то ли нет. И губернатор тоже неясно выражался изначально. Но сейчас вроде как есть определенность. На этой неделе у вас на заседании УЗС уже будут рассматриваться поправки, которые касаются вот этой структуры правительства. В чем суть? Понятно. Предлагается учредитель должности председателя правительства области, который за нацпроекты будет отвечать, и вице-губернатора. Ну, при том, что, конечно, сохраняется пост губернатора. Назначать Игорь Васильев сам будет этих двух людей, но по согласованию с ЗАГС Собранием. Итак, Чурин и Курдюмов? Чурин и Курдюмов? Чурин как глава правительства, Курдюмов как вице-губернатор. Не могу сказать. При этом есть мнение. Ну, во-первых, начнем сначала. 18-го числа документы заходят в законодательное собрание. 18-го февраля мы официально понимаем, что вот этой административной реформе быть. Хотя мы, по-моему, в декабре с вами первый раз обсуждали надвигающиеся реформы. Но все было на уровне слухов. Ну, давайте опять же поговорим о ветвях в власть. Исполнительное, законодательное. И законодательное в этом плане опять выступает придатком каким-то, в который можно закинуть информацию, в двух чтениях принять. И, собственно говоря, все. Не узнав даже, кто будет. Вот сейчас мы пока утверждаем только новую структуру. Я об этом буду говорить на заседании Законодательного собрания. Очевидно, что утверждать новую структуру мы должны, понимая, кто у нас будет председателем правительства, кто у нас будет вице-губернатором. Хотя, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем нужен вице-губернатор. Есть губернатор, есть председатель правительства. Понятно, правительство работает по своей повестке, губернатор работает в формате нацпроектов. Здесь, кстати, отдельный разговор. У нас заседание фракции состоялось в пятницу. И с коллегами мы долго дискутировали на этот счет, стоит ли не стоит. Ну, во-первых, надо отметить, что нынешняя структура правительства явно не устраивает губернатора. Значит, губернатор признает, что его кабинет работает недостаточно эффективно и хочет переформатироваться. Это нормально абсолютно, с учетом того, что дополнительных денег не потребуется на все эти изменения. Мы это принимаем. Другой вопрос. А кто будет во главе правительства стоять? Вот сейчас главный, да? Если во главе правительства станет Дмитрий Александрович Курдюмов, это беда. Вот я говорю, как есть. Мы точно не поддержим кандидатуру Курдюмова в качестве председателя Почему? Какие основания у вас? А потому что, Светлана, у нас в послании президента, мы с вами четко услышали, что проблема с детскими садами в Российской Федерации фактически решена. И сейчас нам нужно приступить к созданию ясельных групп и разбираться с отсутствием мест в школах. У вас же мамочки были, да? Да, конечно. Разные были мамочки. Какие отчеты из Кировской власти поступали? У нас построено, как минимум, в Кирове шесть садиков, еще по региону, там какое-то количество, и в нынешнем году, в 2019-м, еще. То есть если мы будем... И это здорово. Если мы будем говорить с вами о том, решена ли проблема или нет, нет, но если мы будем сравнивать с тем, что было два года назад или три года назад, и что сделано за 18-й и планируется сделать в 2019-м, то это гигантский такой проблем. А давайте еще тогда глубже копнем и спросим, а Федерация готова была больше денег дать на строительство детских садов или нет? Важный вопрос, да? То есть вроде бы нам одобрили строительство шести, ну там, можно сказать, семи детских садов. А готовы нам были больше денег дать или нет? Смогли бы мы эти деньги, что называется, переварить и дать больше детских садов? Давайте спросим. Вы считаете, что были готовы дать больше денег, и у нас были ресурсы на строительство? Были ли у нас ресурсы в плане софинансирования? Вот ключевой вопрос. Но это вы должны знать в законодательном собрании. Вы же бюджет принимаете. Секундочку. Вот опять же, я говорю, давайте копнем глубже. Давайте об этом спросим Дмитрия Александровича. Вот по моей информации, федеральный Минфин готов был дать больше денег на строительство детских садов. А мы в части софинансирования не были готовы. А у нас проблема, извините, возникла вчера. Разве, Дмитрий Александрович, Курдюмов формирует бюджет? Вы же формируете? А раз... Секундочку. Утверждаете, как минимум. Мы утверждаем, а формирует бюджет правительство. А вопросы вы такие задавали на момент утверждения бюджета? У нас целый пакет поправок был направлен в правительство. Более того, мы в своих предложениях направили еще целый пакет. И учлось ли что-то из этого? Не так просто фракция ЛДПР не голосует, вернее, голосует против бюджета. Не потому что мы вот оппозиции всегда должны голосовать против. Потому что те предложения, которые озвучиваются, не находят отражения в бюджете. Прервемся на полторы минуты у нас реклама. И продолжим наш разговор с Владимиром Костиным, вице-спикером Законодательного собрания Кировской области. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Сегодня свое особое мнение высказывает Владимир Костин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, представитель партии ЛДПР. Административную реформу обсуждаем. Уже на этой неделе областное законодательное собрание рассмотрит поправки к законодательству. И, скорее всего, судя по вашим словам, утвердит эти предложения, которые направлены губернатором и правительством, по учреждению двух новых должностей. Председателя правительства области и вице-губернатора. Вы сказали, что если Дмитрий Александрович Курдюмов будет возглавлять правительство, то партия ЛДПР будет против. А если он станет вице-губернатором? Мы вообще против введения должности вице-губернатора. А, и против введения должности. Да, вы об этом сказали. Абсолютно непонятно, зачем нужен вице-губернатор. Дмитрий Александрович, к Курдюму претензии только по поводу садиков? Давайте, опять же, посмотрим на здравоохранение курируемое. Когда смотришь отчет, и тут, кстати, вопрос не только Дмитрия Александровича. Я еще со времен Утемовой помню вот эти все красивые слайды на ЗАГС-собрании, когда Трула еще сказал, если у нас все так хорошо, то почему так плохо? Вот близко к цитате. Ничего не поменялось. Вот сейчас мы говорим о отсутствии младшего медицинского персонала в больницах и поликлиниках. Что сделано для того, чтобы этот младший медицинский персонал появился? Закрытые училища медицинские, и мы ждем, что у нас появится младший медицинский персонал? Ну, то есть, откуда взяться младшим медперсоналом? Поезжайте в районы Кировской области, поговорите с врачами о их средней зарплате, об условиях их труда. Ну, наверняка многое, услышите интересного. Хотя, опять же, в отчете все будет классно, и когда приедет Скворцова, мы услышим о том, как здорово. Повезут Скворцову, опять же, в отремонтированную травму, и не повезут в тубдиспансер. Мы с вами об этом тоже говорили. То есть, если мы хотим работать для красивых отчетов, и чтобы потом, вроде бы, в отчетах у нас все хорошо, а по факту все как-то вот не очень, почему-то люди выходят митинговать, вот тогда, конечно, давайте назначим председателем правительства Дмитрия Александровича Курдюмова. Отчет будет красивый. А по факту вряд ли мы дождемся каких-то изменений. Ну, кто тогда? Мы сейчас не будем обсуждаться и углубляться в деятельность Дмитрия Александровича Курдюмова дальше. Ну, кто тогда, если не он? Вы имеете в виду председатель правительства? Очевидно, что самой логичной кандидатурой, мы, кстати, это тоже обсуждали, мог бы стать Александр Анатольевич Чурин. И вот как раз к Чурину вопросов меньше всего. Хозяйственник, ждем результатов работы. Ну, Владимир, такая же история. Вам сначала нужно суть принять введение этих должностей, а уж потом будут согласовываться персоналы. Но, тем не менее, планы губернатора хотелось бы услышать. То есть, вот нам говорят сейчас, есть национальные проекты, которые нужно всецело обсуждать в Москве и присутствовать там. И мы это принимаем. А есть государственные программы, которые, по сути, являются тактическим звеном и должны реализовываться в Кировской области. Соответственно, человек, который за них персонально отвечает, должен постоянно находиться здесь. Мы вот такое распределение принимаем для большей эффективности. То есть, вам в любом случае, вы примете должность председателя правительства, а дальше уже губернатор будет предлагать, кто будет его занимать. Утверждает законодательное собрание. А утверждает своим. Конечно же, еще раз, конечно же, вот то, чего мы обязательно попросим на пленарном заседании у губернатора, это озвучить его планы. Наверняка они есть. Если их нет, тогда, извините, что это за административные реформы. По персоналям конкретно. Да, конечно. Хорошо, продолжаем разговор. Сейчас будем говорить о тяжелой такой теме. Смерть трехлетней девочки в одной из квартир в Кирове. Все новые и новые комментарии, очень подробные материалы и от местных СМИ, и от федеральных СМИ. Семь дней мать девочки была у подруги, оставила дочь в запертой квартире с перекрытой водой, без еды. Одну следственный комитет говорит, что девочка могла погибнуть и от обезвоживания, и от отравления, потому что ела стиральный порошок, судя по всему. Вот так звучит сухая сводка. А подробности, которые раскрываются журналистами сейчас, подробностей огромное количество. Во-первых, мать выкладывала фотографии в Инстаграм с хэштегами «Сегодня твой день», «Совсем большая моя жизнь», потому что у девочки в этот момент был день рождения, три года. Соседи знали, что мать оставляет девочку одну на несколько дней регулярно, знали об этом как минимум год, потому что уже дали показания, что она и выкидывала игрушки в окно, привлекая внимание, и оставалась там и на сутки, и больше одна. И об этом знали соседи, даже сотрудники магазина напротив. У властей не было никакой информации о ситуации в семье. На учете не состояла мать. Врач с 16-го года не приходила, но, насколько я помню, после того, как ты рождаешь ребенка, есть коротенький период времени, когда приходит педиатр, дальше он не должен приходить, это родитель должен заявляться. Дальше, там, законодатели, силовые органы, там, не знаю, ОМВД обвиняются. Но, насколько я знаю, у нас сейчас ОМВД действует по заявительной системе. Нет заявления, что что-то творится страшное. Они не приходят и не имеют права это сделать. И даже у них нет для этого достаточного количества людей. Итого, мы имеем два уголовных дела. Одно на мать, причем фигурирует формулировка убийства с особой циничностью. И второе дело о халатности против неустановленных должностных лиц органов профилактики здравоохранения. Для меня здесь очень много вопросов, на самом деле, даже не к самой матери, а ко всем тем людям, которые вокруг нее в этот момент существовали. А для вас? Главное, что приходит в голову, это в нашем обществе что-то сломалось, Светлана. Абсолютно для меня это понятно, потому что не должно быть так в здоровом обществе. Психически здоровый человек не должен себя так вести. Это абсолютно очевидно. И равнодушию, опять же, нашему... Вы сейчас о ком говорите? Об обществе. И равнодушию нашему, к сожалению, нет предела. И когда мы говорим, призываем к какой-то гражданской ответственности, мы в том числе пытаемся когда-то воззвать к совести, когда-то воззвать к ответственности. И надо, чтобы это все пробуждалось. То есть, вот можно сколь угодно долго ругать власть, но отвечать за себя, в первую очередь, это то, к чему мы должны стремиться. И, честно говоря, надежду-то порождает реакция общества. А какая здесь реакция общества? Вы знаете, многие мои знакомые, особенно женского пола, настолько растрогались, что я видел их в слезах. А особо мужского пола не растрогались в этой ситуации? Особо мужского пола растрогались по-другому. Там, кстати, есть одна особа мужского пола, отец девочки, который ее видел в 2016 году, когда она родилась, и все. И, между прочим, по закону, скорее всего, он не будет ни за что отвечать. Светлана, еще раз. Вот у меня большое недопонимание. Как такое в здоровом обществе может происходить вообще? То есть, ну, один индивидуум, я даже человеком не назову, может вот вести себя как-то так. Но это должно быть настолько невообразимо у всех остальных, что, в принципе, как-то вот либо там соседи реагируют, когда наверняка же и крики какие-то были, и ребенок наверняка... Соседи рассказывают, что не меньше года уже были ситуации, когда девочка оставалась одна, они были в курсе. Ну, соответственно, а где органы опеки были, да, в этот момент? Ну, кто-то им сообщил? Нет. Нет. Раз не было ничего в органах опеки, скорее всего, не сообщали. Ну, вот вопрос в целом к обществу, да, то есть у нас... Давайте так, давайте мы откинем сейчас лирику и откинем сейчас эмоции, вы законодатель. Вы законодатель. Вот тут закон не видно пока что, не видно, что кто-то нарушил. И даже формулировка о халатности против неустановленных должностных лиц вот на моей практике мамы говорит о том, что ничего они не нарушали на самом деле. Соцслужбы ходить не обязаны. Был там отец, отцом зарегистрирован, была она, матерь-одиночка, или нет? Отец был, он ее в 16-м году, на году девочку видел последний раз, и не несет никакой ответственности почему-то. К отцам отдельный вопрос. А вот сейчас история про законодатель. И соседи не несут никакой ответственности. История про законодатель. Светлана уже, честно говоря, устал говорить о том, что у нас... Давайте начнем с того, что у нас из школы ушла функция воспитания. И теперь еще школа за это ответственна. Школа за ответственность за то, что... Давайте мы вернемся к трехлетней девочке, Владимир. Светлана, я вот все-таки продолжу свою мысль. Ведь эту мать кто-то воспитывал, да? А, наверное, никто. Потому что, ну, я не знаю, как можно элементарные чувства превратить вот в то, что происходит. При этом какие-то там... Вернее, там, публикации в соцсетях. Ну, вот тут уж стоит такое. Первая мысль – человек психически нездоров. Я посмотрел кадры из суда вынесения решения о задержании человека. Даже человеком-то, честно говоря, сложно назвать. И там ведь производит впечатление, что со здоровьем-то психическим все нормально. То есть это такое хладнокровное убийство. Откуда? Это в голове у человека. Откуда у нас ходят школьники, стреляют там или режут друг друга? Причем случай крымский, он ведь не единственный. За Байкальский край такая же история. Откуда это все? Это не потому, что где-то там не доглядели органы опеки. Вообще в головах вот эта история. Откуда появляется у людей? Ну, в голову каждому не залезешь, Владимир. А вот законодательство, может быть, пора поправлять? Мы-то с вами все-таки учились еще при советской системе образования. Застали. Хотя уже там времена менялись. Но тем не менее советские принципы школьные, они еще сохранялись. Нас воспитывали. Нас в школе воспитывали. Прививали, что такое хорошо, что такое плохо. Слушайте, Владимир, в нашей школе чего только не творилось. Неужели вы не помните? Те девочки рожали в восьмом классе и оставались одни в итоге. И пили там, и курили там, и уходили прямо со школьной скамьи в колонии детские. Все было. А это сейчас изменилось? Нет, это сейчас тоже сохранилось. То есть всегда бывают вот эти вот там проявления какие-то там нездоровые, неправильные. Сейчас мы, Светлана, говорим не об этом. Вот мы сейчас говорим о вопиющем случае, когда просто мать, ну, не знаю, опять же, мать, наверное, слишком громко для этого недочеловека. По факту она мать. По факту мать. Убивает своего ребенка и абсолютно делает это спокойно и хладнокровно. Ну вот, не знаю, это претензия к всему обществу, наверное. И когда мы осуждаем ее, мы должны судить себя. Без разницы, там, законодатель вы, или вы там представитель органов опеки, или там, органов полиции, или просто гражданин. Но у нас что-то явно не так. Вы знаете, я хотела, вот у нас остается буквально одна минута. У нас в стране создается движение Советов отцов. В Кировской области он тоже создан. Недавно в Екатеринбурге был большой слет. Вот завтра приходят представители Совета отцов к нам сюда, в студию. Они будут заниматься тем, что будут укреплять Институт отцовства. У меня по этому поводу очень большой вопрос к отцам. Вот в данном случае особенно. Мы еще раз, несмотря на то, что вы сказали, что виноваты все вокруг, на самом деле, своим равнодушием, у меня большой вопрос. Где был этот отец в течение этой недели? Справедливый абсолютно вопрос. И почему он не контролировал безопасность своей дочери? Вы знаете, когда приставы... Больше у меня такого вопроса, чем к бабушке, чем к соседям. Когда приставы бегают за родителями, причем так бывает, что и за матерями, и пытаются выбить из них элементы, ну, вот, наверное, это первый звоночек к тому, что происходит. Все, закончилось наше время. У нас масса с вами еще вопросов, которые стоит обсудить. Встретимся, я думаю, в ближайшем будущем. Это была программа «Особое мнение». Своё особое мнение высказывал Владимир Костин, вице-спикер областного законодательного собрания. Всем доброго дня. «Особое мнение» на 101FM